розовый травм паразит кровь вот как раз на это видео я так понял народ особо откликнулся вот спасибо потрясающей информацией опыт применения керосина много лет летом принимала два месяца подряд хочу попробовать еще живуцу сделала сама смола в масле очень вкусно еще хочу особенно сказать о настойке мухомора ценная вещь настойка мухомора я слышать слышал пользоваться не пользовался здравствуйте роза подскажите пожалуйста керосин какого качества для питья покупать и где можно купить я сразу же а они чесноковой говорю лучше всего это осветительный керосин не фильтрованный ничего тот который продают в лавках для керогазов для освещения керосиновых лав это то что надо там присутствует маслица небольшое естественно то есть когда она горит она коптит и это то что надо далее значит идет авиационный керосин летний керосин в зимние добавляют каких-то присадок его не надо дальше идет я уже вам показывают это просто напросто в интернет заходите и вот этот грецкие орехи зеленые настойные на керосине это то что надо там он уже там очистили его и так далее но я думаю этим самым его чуточек ухудшили даже его свойства поэтому заходите покупаете и впереди вот то есть он в интернете китая рулит спасибо прямую на заметку тадикам и тадикларк одно и то же практически или есть сильное различие одно и то же там действует два вещества это керосин и второе это югулон что в том орехе что в этом орехе опять роза кочанюк огонь препараты вот и весь арсенал на пути к счастливой жизни благодарим за образ обзор доскональный к пасхе все будем чисты есть слава богу что есть такой уникум петрович пасхи какого года ирина долгой достаточно этого года то есть если вы будете вот это себя так сказать пропитаете причем много не надо достаточно 1 3 достаточно 5 3 10 капель керосинчика раз с утра в день для того чтобы уже так недельки через две через три вы ваша круг была совершенно другого качества более лучше без наличия вот этих вот паразитов но тем не менее алена прикольно пятки керосином только пятки ли полностью стопы нас насколько по времени в день классный ролик появились новые записи моей книжки очередной вот я только что сегодня сделал помазал пятки керосином смазываем пятки керосином процедура весьма простая как бабушка чернышиха отвечу то дико делаем вот так хватит пятку раз помазали еще одну поставили оба смазали можно всю ступню как говорится дело сделано и потом потом мочок пятки помажу всю ступню помазал всю ступню ну самое интересное сначала никакого ощущения не было потом где-то минут через десять и вот до сих пор я ощущаю знаете как будто в пятках именно в пятках имеется такое небольшая теплота либо же вот это ощущение либо там но что-то там как бы почистливается вот что-то такое теплое и то есть я их стал чувствовать именно пятки кожу на пятках удивительная вещь мы думаем пятки это пятки они только ходят нет через пятки там они связаны со всем организмом это очень интересно вообще будет образование имеющие многофункциональный характер и вот с помощью вот этой штучки мы его задействовали это очень интересно я начал ходить так у меня сегодня с утра я в туалет сходил потом на прогулке вот после того как я смазал вот эти все пятки и ходил у меня еще дополнительно очистился кишечник так мощненько о отличная процедура оказалась я просто узнаете когда ты не делаешь что не понимаешь как она действует как только ты сделал хоу прекрасно как правильно принимать керосин 5-10 капель 5-10 капель утром натощак потом там можете загрызть там каким-нибудь сухофруктом можете там буквально таки минут через пять-десять уже есть Акелезер Ашров пишет наконец-то браво коллега еще скажи для смеси стадикампом используйте тьминное масло пятки чем мажем правильно руками наши руки также связаны со всем организмом да мажем пятки руки печень и шею гаймор и пазух из один заход то есть тут можно всего себе смазать боли спине как рукой снимает Петрович почаще за этот дикамп рассказывайте умницы и про частоты паразиты в низких частотах а мы высоких частотах у паразитов левого вращения справа у кого грибки на руках и на ногах то это явный признак левого вращения а эфирные масла имеют свои частоты намного превышающие человеческие вот вам и ответ почему же бывает хронического осталось я бы не сказал что ну да но пускай там они частоты там имеют эфирное масло самое важное что такое эфирное масло вот я люблю знаете взрыв корень эфирное масло это сгусток жизненной энергии растение собирает энергию вот и запасает ее в виде эфирных масел в живых организмах это запасается тоже в виде таких летучих веществ вот которые которые мы нюхаем когда используем фракцию асд-2 дорохова это же самое вот это летучесть эфирные масла душистость это бобровая струя это ладан ну и так далее отчасти даже вот эта вся перегонка дегтя а из березы то есть путем перегонки раньше как раз вот эти все алхимики целители древние они добывали вот этот жизненную силу растений путем перегонки и и там и осаждение хроническая усталость у таких людей как минимум 5 кило разных паразитов доходит и до 15 кило ну да мы даже не не понимаем насколько наш организм сплавлен с этими паразитами они же так хитро действуют вот допустим в тонком кишечнике там вот эти вот маленькие паразитёныши эти там листёныши присосались слизистой знаете как бахрома может быть там и они так дружно посасывает плюс огромное количество там в крови мы даже не знаем или там болтается жрут нашу там кровь тоже самое жрут где-то осели там начинают вот эти вот делать разные доброкачественные опухоли злокачественные миомы и прочие прочие там вещи поэтому тут и вот это еще тина которая с вас выходит то есть помимо токсического содержимого у нас еще и имеется вот это вот паразитическое содержимое симбиоз такой в организме и естественно это большая нагрузка на организм мы уже привыкли или замечаем да так думаем есть как только от нее избавимся сразу резкого заставят работоспособность и потребность сна маленько мы тут носимся как у орелы голова прекрасно работает никаких болей и тут нам на помощь приходят эти кампт минное масло эфирные масла каждого отдельности используется выздоровление остается откорректировать свой образ жизни как болезни отступают и человеком летает здоровье всем удачи смелости находчивости и творчества на пути самоздоровление вот но удача это удача это если вам ну относительно ютуба попадется хорошее видео вот типа того что я сделал и рассказал так на примере как это происходит либо книга ну читать то особо мало кто любит вот это удача да дальше смелость это смелость это все к себе применить я бы не сказал что это связано с каким-то риском для здоровья но смелость заключается в том чтобы перестроить свой образ жизни что-то внести в него такое которое бы его наоборот поддерживало стимулировало а они подавляла в виде дурных привычек находчивости вот как раз я вам покажу находчивость сколько там не писали ты там неправильно показал по бутейка ты там неправильно показал дыхание пострельника да ищу вот там-то вот там-то вот там-то то есть люди знаете вот какую-то инструкцию видели и ни шага влево ни шага вправо у них нету вот это творческого подхода тем более когда ты знаешь разные знания и это все его продемонстрировал вам в том видео в кучу что слилось бабушка это чернышиха пятки мажет керосином вот моя сестра пропила керосин очистила кровь вот это вот паула паула керосиновую методику лечение онкологии запатентовала в десяти там странах Европы и другие 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 вещи когда вот это вот все сопоставил и до кучи все это сложил получилось очень интересно вот это называется 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 находчивость и творчество тогда вот путь самоздоровления это будет действительно вашим путем как бы сказать вот даются основополагающие какие-то там знания вот допустим основах здоровья как я сказал потоки ходят у нас потоки информации энергии вещества и чтобы это все нормально двигалось как только возникает затор в виде допустим ту же информацию энергии вещества могут потреблять паразиты и все о здоровье можно не мечтать вот спасибо Елизарову Ашурову за его развернутый такой ответ Вячеслав Шевцов я однажды в 2005 году выпил чайную ложку керосина осветительного это вызвало через несколько часов тошноту и рвоту на работе прямо в корыто станка вырыгал значит ничего тут такого нету то есть как раз сработала очистительная реакция на то чтобы очистить вот желудок очистить там легкий да керосин вначале он неохотно идет туда внутрь он где-то здесь останавливается где-то идет работа а дальше все это пойдет нормально и я даже не сказал что это большое количество я запросто выпью столовую ложку я столовую ложку дегтя выпил это еще более так сказать хуже на передаче за что получил от Лены Прохлова подзатыльник что это делать не надо вот и ничего не было ни рвоты ничего такого но мы то говорим от 5 до 10 капель 5-10 капель это практически вот здесь у вас растворяется короче я вам не буду говорить там вот у человека имеется свой опыт негативный он может считать что это вот плохо что это там яд а у другого есть опыт позитивный у бабушки чернышихи не обязательно там хлебать его смажьте пятки в конце концов будет действовать еще лучше заказывала Тоди Камп и Тоди Кларк Тоди Кларк сильнее по своим качествам это Анна Кожемякина пишет ну сильнее так сильнее я лично разницы в них не ощущаю мне главное был бы керосин а остальное Ирина Довгань пила керосин полтора месяца нужно было повторять но после одного куста керосина герпес не появлялся год спасибо Геннадий Петрович за ваше желание делай добро полтора месяца пила и не появлялся год так вот весной мы только опачки и опять повторить этот куст Дело в том что мы знаете вот все думаем что мы эти паразиты не хочу сказать что мы ими как то нарочно заражаемся нет это это просто идет жизнь это естественно существование различных живых организмов и ну ну он говорит свойственно нам иметь паразиты просто чтоб они не были в чрезмерно большом количестве и нам не мешали чтоб мы их как то держали под контролем вот это самое важное некоторые уже в утробе матери заражены разного рода там паразитами микропаразитами там это не значит что листы уже там имеется далее идет родовой процесс прохождение по родовым путям опять таки значит все что имелось в материнском организме это через кожу войдет в организм новорожденного вот чтоб просто материнский организм был более менее чистый далее мы наконец таки начинаем контактировать с окружающим миром животные земля воздух общение друг с другом слюна там рукопожатие и прочее 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 то есть все это в нас входит будем говорить вот подходит возраст лет сорок пятьдесят защитные силы у нас уменьшаются и вот эти все наши накопления паразитарные они начинают потихонечку так сказать вылазить на первые места портит наш организм вот тут то важно важно и вот эту противопаразитарочку и делать не спеша без всяких ярких знаете не платить там огромные деньги за месячный курс а потом вы вышли опять в этот же мир и нахватались по новой этих же паразитов чтобы у вас такого не было не было вы себя потихонечку так сказать ведете протравливаете и все будет нормально и все будет очень хорошо то есть не надо думать что вот раз только мы пролечились и это на всю жизнь нет мы живем в агрессивной среде которая хочет нас поиметь микроорганизмы по-своему паразиты по-своему двуногие паразиты такие же как мы по-своему ну я уж о инопланетянах помолчу хотя и они это все имеют нас тоже по-своему и как раз полутора месячный курс это то что надо то что надо отлично потом бы желательно его повторить но ничего ничего вот не зря не зря все вот эти вот специалисты по противопаразитарке Хельди Кларк Иванов и другие советуют курс прошли допустим а потом раз в неделю ударную дозу опачки 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 и конечно вот керосин морозник я уже так со своего опыта скажу очень хорошо действует именно на герпес ну вообще на вот эти грибки и так далее то есть они держат их на каком-то минимуме под контролем потому что это микроорганизм это такая такая жизненная субстанция что вот мы ее вытравили прошла неделя мы вроде ничего не используем она к нам попадает с воздухом водой пищей и как бы сказать все повторяется вновь еще раз главное держать под контролем это все поэтому эта вещь применяется постоянно опять Элизар Ашуров значит про паразиты и кров этот ролик самый сильный из всех твоих роликов молодец что всем старается отвечать ну пока имеется возможность пока вас не так много потому что я допустим видел людей у которых подписчиков где-то там по 200 тысяч они уже не могут так вот отвечать там такого количества и они уже так просто так а отвечу вот этому наугад болейте там скользнул по телефону раз а вот этому ответил но по крайней мере по крайней мере даже если вас будет много на какие-то общетипичные вопросы я буду отвечать я бы поднял пиратский флаг и сам бы сделал этот то дикамп значит что для начала просто-напросто взяли бы приобрели керосин в лавке там авиационной и использовали его орехи начнут вот это вот зреть грецкие в этом году осенью и вот тут то вы тогда и грецкие орехи настоите на керосине и у вас это вот эти компы если вы там сделаете литр хватит ну лет на десять на всю семью из четырех пяти человек вот я за то опять таки вот как Ашуров сказал чтобы человек у него была находчивость и творчество а не то что он только вот я это куплю вот я это куплю видите я за что говорю я вас в основном все делаю сам я этот стадикам себе там сделал узнал как он делается да и сделал я себе вот эту тройчатку делаю я себе более какую-то мощную пентагон делаю я думаю использовать увидел мажу пятки буду использовать и использовал живицу сейчас сейчас у меня есть вот такой ингалятор вот я его специально приобрел он у меня лежит 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 и наконец-таки начну делать ингаляции эфирными маслами эфирные масла у меня есть все я приобрел остается делать можно не обязательно ингалятор использовать можно по простому то капнул этого масла накрылся там капельку подышал над парами ладно Людмила Астахова благодарю вас давно хотел использовать кризис но как то а сегодня просто открыли дверь для меня это чудо как я вас люблю спасибо вам и я вас люблю понимаете но есть такие простые вещи может копеечные вещи и как то вот все ищут что то такое с нанотехнологиями за какие то космические деньги не видя что под нами находится давно проверенное великолепное средство намного превышающее эффективность всех этих нанотехнологий я говорю керосин очистили якобы там от примеси якобы от того и удалили самое полезное самое нужное что есть в осветительном керосине сделали его жестче корома ценнейшая информация еще геннадий петрович вопрос как конкретно полоскать рот в каких дозах разболелась десна под гнилым корнем зуба а знаете как я бы так посоветовал как делала это моя супруга она просто капельки две женщины капельки две три главное чтоб они попали в рот он сам растечется но я бы посоветовал на ватку капнуть две три капли на ватку и эту ватку приложить к вот этой вот десне и так минуточек пятнадцати подержать вот всего две три капли и к десне попробуйте потом возможно пополоскать таким концентрированным соленым раствором который вот это вот тянет ну можно попробовать просто керосин вот она только один керосин и все это ушло паразиты кров Клавдия Киваченко бомба спасибо большое вы знаете я вот что как бы думаю вот десять тысяч подписчиков у меня а ролик просмотрела там где-то триста то есть есть какая-то активная часть а остальные я не знаю как они хоть подписчики они смотрят не смотрят то есть 10 тысяч подписчиков если бы половина посмотрела уже было пять тысяч просмотров но на самом деле триста там четыреста просмотров как вот тут то есть надо тогда миллион подписчиков уметь чтобы тогда за раз тебя просмотрела просмотров было допустим пять тысяч там то есть какая-то пассивная часть огромная имеется которая вот и пофигу там ну подпишусь на всякий случай наверное но будьте как-то поактивнее и не столько даже для меня а для себя ведь вот это действительно информация такая вот я я просто вот ну видел этих людей они могут быть молодые красивые талантливые вот сколько там уже ушло их и нету из-за такой вот дребедине какая-то там микрусина грибусина умудрилась завалить такого слона как человек и нету да еще в молодом возрасте Сергей Дудин здравия вам преданному самому тратарьному делу да дара природы Геннадий поздравляю вас что напомнили про лимфосистему как связь с кожей организма и вот этот открывает пожарные окна если забиты лимфоузлы и у многих людей они оперированы ни в коем случае не оперировать лимфоузлы вы что а ведь можно было сначала сходить к травнику а потом уже идти если не смогли природа к хирургу а керосине это сила нефти природной вообще нефть это это природная энергия земли которая наделена огромной целительной силой а Тимофеевич крутой парень поветуха он как и вы знает хару и про золотника которым нужно помощь природы у него помощники горшки банки до пиявки удачи вам и возрождение новых видео спасибо но тут для большинства возможно это непонятно что такое хара что такое глиняные горшки и так далее я врубился асиат напитава гениально то что вы поделились этой информацией это можно сравнить с тем что вы поделились сокровищем благодарю вам желаю вам добра и здоровья действительно это есть не что но как поделиться сокровищем которое поможет вам жить и быть здоровым вот что удивительно так и вот в этой вот передаче она пускай получится длинная я рассказал что можно вот эту противопаразитарку делать иными средствами можно их выманывать можно их сводить можно их даже заговаривать видите можно можно с помощью голода это решать но это просто длительно без таких экстримов типа подъема температуры когда знаете и организм и все там горит и не поймешь кто там выдержит что мне хотелось бы сказать по противопаразитарке значит существует огромное количество средств народной медицины довольно таки хорошо в течение многих тысячелетий попробовала выявила какие растения что как применять и вот я со своего опыта хочу сказать вот смотрите что прекрасно и ну как бы тут сказать что без напряжно избавляет организм от паразитов это длительный голод когда голодал там особенно вот это сорокасуточное голодание после 30 дня как раз и начались то есть в организме создаются условия там своеобразные условия такие интересные создаются чисто природные чисто вот самими силами организма вот как это все это там так работает что начинает и заняться разного рода скверно в виде вот этих различных опухолей которые еще не созрели только сидят в организме потихонечку потихонечку зреет разного рода вот этих всех грибков паразитов микробов и прочего прочего то есть организм становится настолько мощным настолько у него условия создаются которые изгоняют разного рода скверну начиная от материальной с этой микрофлоры патогенной глисту и кончая до очищения на полевом уровне от разного рода энергетических паразитов привязок и прочего прочего но это надо вот голодать вот когда дело идет за тридцатые где-то сутки возможно у каждого этот срок свой наступит несколько пораньше у других попозже не тем не менее и вот я проголодал я видел как с меня выходили разного рода вот это вся это бяка как что я заснял на пленку что вам показал что сочли за отталкивающее видео неэстетическое и мне пришлось удалить эти все вещи ага и с чем я столкнулся вот у меня примерно в течение где-то месяцев 6 9 никаких запахов от тела не было после этого то есть настолько все очистилось то есть очищение идет вот смотрите можно очиститься ну только от болезнетворной микрофлоры и паразитов а от шлаков как очиститься то есть те методики о которых я рассказал что делается значит внутривенное вливание там битулина и вот этого препарата с корней пихты они очищать не будут они будут только воздействовать вот на паразитов а что касается очищения то этого не будет а тут идет все интересно в комплексе без всякой подъема температуры так это все гоняется вот так что я хочу подчеркнуть и сказать мы опять вступаем в тот же мир едим тут же пищу общаемся со своими родственниками с теми же домашними животными и у нас происходит повторное заражение то есть паразиты это такие ну это вообще мир так устроен что он кишит разного рода жизнью которая одна паразитируется на другой то есть это для природы это нормальное явление то есть не надо говорить что это что-то там такое плохое это для природы нормальное явление единственное условие чтобы эти паразиты не превышали ту норму с которой организм нормально справляется вот в чем дело то есть у меня произошло повторное заражение то есть я был вот можно так сказать кристально чистый мой организм ага пожалуйста интимные отношения с супругой обмен микрофлурой хоп я почувствовал что вот пошли результаты этого обмена ну и так далее так далее потихонечку полегонечку все это делать то есть и вот будем говорить отдавать полмиллиона я думаю это возможно в том случае когда действительно произошло засилье организма и тут необходимо чтоб тебя капитально протворили протравили твой организм с помощью вот этих вот вещей вытяжек из березы препаратов и вытяжек из корней пихты о том как они действуют я уже вам рассказал а если мы значит что еще хотелось бы подчеркнуть вот смотрите голодание естественный процесс который все это выкидывает из организма и и можно паразитов не обязательно эти убивать убивать какие-то жесткие методы там применять создавать а можно их выманивать это особенно касается грибков микробов вот эти вот все обертывания типа испанского плаща когда человек оборачивается в ледяную простынь то значит паразиты потихонечку грибки на нее вылазят то есть можно их выманить вот как лечение бородавок думают ага бородавку я сейчас выжгу там еще какую-нибудь ерунду применю а надо их сводить без всяких болезненных экстримов все это дело сводится и прекрасно чувствуется то есть разные подходы ну и наконец-таки вот использование таких вот естественных противопаразитарных средств которые потихонечку в течение жизни пьете курсиками и они тоже дают свой хороший эффект особенно если что-то там такое типа опять-таки похожие на деготь похожие на живицу похожие на нефтепродукты и будет отличный результат в обрати внимание на дерево узлы такие видите по всему ходу ствола вот это как раз грибок это возле корня видите что тут творится и вот молоденькие деревья не пораженные вот этим вот грибком стволы ровненькие ничего нет возле корня благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малаховпро доброго здоровьица и до новых встреч